Езда на собачьих упряжках и лыжные гонки прошли на фестивале «Павловская лыжня». В соревновании приняли участие 150 спортсменов и 30 любителей ездового спорта не только из Башкортостана, но и Пермского края, Челябинской области, Удмуртии и Магнитогорска. Подробности в материале Валерии Замятиной. Казалось, что дух соперничества на соревнованиях присутствовал лишь у собак. Это первая спортивная зима для полуторагодовалого хана, однако за его лапами уже несколько гонок. Первый год зима попался, уже скатались на три гонки, взяли все вторые места, весь стенд забрали вместе с папой. Тренируемся у себя на лесу, бегаем вместе парно. Удобное географическое положение, у нас хорошая природа, удобно делать трассы. Можно сделать как спринтерские короткие дистанции, так и на средние, на длинные дистанции. Пошел, мимо! Пошел, мимо! Семья Хаски из Башкортостана живет в Нуримановском районе. Вместе со старшим братом Зевсом и отцом тренируются здесь, всего в нескольких километрах от водохранилища. Один из главных факторов победы – экипировка. Раз в полгода необходимо видоизменять ее, подгонять под размеры. Это называется шлейка. Она идет не промышленным производством, она идет чисто под заказ. Она шьет под каждую собаку индивидуально, потому что размеры у собак разные. Главное, чтобы им это не надавили на особо важные больные места. Это самое главное больное место у них вот здесь, вот это место, паховая зона. На соревновании было два вида ездовых стартов – собачьи упряжки и скиджоринг. Это так называемые стоячие заезды на лыжах. В таком виде спорта как минимум должно быть два профессионала. И это касается не только четвероногих. Управлять такой упряжкой предельно сложно. Важно контролировать эмоции собак. Но мои эмоции контролировать предельно сложно, поэтому доверишь человеку с опытом. Максим, что нужно кричать? Нужно кричать вперед. Оп, оп, оп. Под общим стартом каждый бежал свою дистанцию. Кто 5, кто 10, а кто-то и 30 километров. Возраст участников был абсолютно разный. Первый финишировал спортсмен из села Староболтачево. 5 километров он преодолел за 16 минут. Хороший праздник такой. Мы любители лыжного спорта. Я являюсь тренером в Болтачевском районе, в селе Староболтачево. С этого года тренируем своих воспитанников в 3-4 классе. И вот мы команда приехали. Хорошо и четвероногим участникам. У них впереди еще масса стартов. Так, например, в первые дни лета в городе Октябрьском пройдут очередные соревнования ездового спорта. Но уже по бесснежным дисциплинам. Валерия Замятина, Шамиль Каримов, Башкирское спутниковое телевидение.